Эх, сюда бы мой до дыра! В нашей прошлой программе мы рассказывали о передовиках по уборке придорожной полосы. После зимы здесь накапливается немало мусора. Все это муниципалитеты каждый год делают к майским праздникам, но есть и двоечники, которые оставляют посадки в первозданном виде. Такая картина точно не лучшим образом сказывается на имидже нашей области. Поэтому в последние годы от администрации региона все главы районов получают распоряжение по уборке придорожных полос. Как власти на местах его исполняют, решила выяснить наша съемочная группа. Отправляемся в Льговский район, проезжаем большие угоны. Как живописно природа постаралась украсить свои владения. И совершенно очевидно, что человеческой рукой тут не тронуто ничего. Деревья практически уже растут на проезжей части. Едем дальше. По-прежнему неубранные посадки и поваленные ветки. Здесь и вовсе не приглядная картина, а очень жаль. Дорожники-то свою работу выполняют исправно. Вот, пожалуйста, чинят асфальтовое полотно. Только облагороженная проезжая часть не отвлечет внимания от посадок. И совершенно очевидно, хворост лежит тут явно не первый год. Наконец, мы добрались до администрации Льговского района. Обратите внимание, у здания-то порядок, даже срубы и те побелины. Станислав Воронцов, первый заместитель главы, рапортует. Убрали львийную долю. У нас по трассе Льгов-Иванчикова-Мармежи убрано 2,9 километра. Вырублена посадка, вывозят сейчас вот эти все деревья, которые вырублены. Это кустами какие-то поля. Большая работа проделана по трассе Льгов-Кудинцево, около 9 километров. По трассе Курска-Льгов-Рыльск, в сторону Фитиша, 6 километров. В сторону чего? Фитиша, село Фитиш. Это с региональной трассы, населенный пункт Фитиш. И там проведена также работа. Значит, работа ведется также по этой же трассе. Поселок Селекционный, Селекционный сельский совет. Там тоже около 500 метров сделано. Вышний деревенский сельский совет по трассе Львов-Суджа, около 6 километров сделано. Итого получается? Итого получается около 20 километров. По каждому сельскому совету по 5 КАМАЗов уже вывезено мусором, начиная с работы еще с субботников, как мы начали работать, по подготовке 9 мая по уборке территории. То есть каждый сельский совет занимается этими вопросами, вырубкой, вывозом мусора и вот этим несанкционированным свалком. Позвольте проиллюстрировать вышесказанное. Вот поселок Селекционный. По всей видимости, тут действительно убирали. Однако складывается впечатление, что весь сухостой просто вывезли за границу населенного пункта и бросили там. Более того, гора Хвороста находится прямо у знака. Проезжаем дальше. Картина как под копирку. А тут и вовсе гора поваленных деревьев. Пейзаж не меняется еще сотни и сотни метров. Добавляем ложку дегтя в отчет Станислава Ивановича и по другой трассе. Региональная дорога Курск-Льгоф-Рыльск, граница с Украиной, в ужасающем состоянии, сухостое. Мы сейчас прямо по ней ехали. Это главная артерия, по ней ездят гости, в том числе и в ваш край. Туристы. Не сделано на ней ничего. Именно по трассе, которая принадлежит Льгофскому району? Курск-Льгоф-Рыльск. Вот эта дорога. Я не знаю, кому она принадлежит. Там у нас очень много сухостоя и ничего не убрано совершенно, не вырублено. Вот прям картинка в камере у нас сохранена. Ну вот я точно знаю, что у нас дорога, где начинается Льгофский район, там начинается село Большие Угоны. Ничего не сделано в Больших Угонах, ничего не сделано в Малых Угонах. Выпилено. Малые угоны, они немножко в стороне, а Большие Угоны. Была проведена выпиловка крупных деревьев. Эти деревья уже вывезены. То есть населенный пункт Большие Угоны, там в пределах 6-5 километров, если проезжать. Вы проезжали мимо, не сделано ничего. Ну работаем в этом направлении. Значит, доглав доведено, сельских советов, и как раз эта работа. Какие сроки вы планируете все-таки вот эту главную дорогу убрать? Ну, в пределах полумесяца, я думаю, что все будет убрано. Что ж, поверим на слово, а мы отправляемся дальше. Пункт назначения Хомутовский район. Ничего радужного, похоже, нам это путешествие не сулит. Если такая картина прямо на въезде, то что говорить о периферии. Кстати, хомутовцы оказались верны традициям. Вот кадры двухлетней давности, хоть накладывая их друг на друга. Сухостой лежит не убранный не один год. А это и вовсе картина маслом. Очевидно, уборкой тут и не пахнет. Хотя, постойте, вот здесь, видимо, за работу явно брались, но почему-то не закончили. Хворост сухостой, хворост сухостой. Доряби в глазах. Посмотрим, что скажут нам в местной администрации. Сейчас вот у нас выпивовка идет. Если вы приезжали, видели Срыльское, это по запросу администрации. Мы на Межвезерной комиссии рассмотрели, потому что тополя угрожают. Значит, у нас убрал сейчас фермерское хозяйство около, ну, где-то 700 метров. Это в Калиновке, с полосы объездная у нас дорога. Здесь мы в поселке Камутовка отбелили и убрали. Также прошли вдоль федеральной трассы. Ну, все, которые границы приезжают в поселку Камутовка, мы практически все очистили. Скажите, пожалуйста, так все-таки сколько всего вы убрали километров? Ну, где-то около, на сегодняшний день около трех. Три километра из 600 с копейками? Ну, да. Мы не могли не задать вопрос и про кучу хвороста, которые благополучно лежат на обочинах уже не один год. Это заключил договор на сегодняшний день. Есть дорожники, заключили с ИП, с индивидуальным предпринимателем, который, я думаю, по договору обязан убрать. Он-то запилок уберет. Я не знаю, условия договора их не. Но мы им дали добро. Я думаю, что в конечном результате мы должны потребовать убрать весь хлам, который остается после... Ведь довезти на строевую они забирают, что там выделивают. Остальное должны что-то тоже прибрать. А чего же вы не потребовали за пять лет? Обязательно. Я еще недавно работаю. Я еще, будем так говорить, учусь. Зато Владимир Александрович отменно научился озвучивать причины, почему все-таки район не в числе передовиков. Если я сейчас, допустим, пошлю людей, не дай бог, он наглупо ранит, я буду отвечать. Конечно, о безопасности заботится каждый глава района. Но еще многие руководители думают и о порядке. О том, какой увидит область гости региона. Да, конечно, приятно, когда едешь, вот в Ушковский район ездить, иногда бываю. Конечно, приятно. Будем стараться, конечно, стремиться достигнуть их результат, даже их перевыполнить. Пока, конечно, наш район, конечно, меньше, и населения меньше. Я не говорю, что завтра мы все сделаем, но в течение лета мы будем делать. То есть к концу лета у вас здесь будет порядок? Постараемся. А вывезены, которые напилины 5 лет назад? А вот это мы будем на тот, кто пилил, и на тех будем находить способы воздействия, меры принимать. Я думаю, что и прокуратура подключится, потому что к вам все-таки, как вы говорите, уже давно лежит. Да, действительно. Потому что я пришел работать, он уже был. А вы сколько работаете на этот должность? Второй год. Что ж, может, это не срок, чтобы добраться до уборки хвороста. К счастью, за это время решилась другая, наболевшая проблема хомутовцев. Вот кадры двухлетней давности. Картина будто после апокалипсиса. И это при современном уровне технического прогресса. Антисанитария ужасающая. Сегодня свалку, наконец, убрали и огородили. На этой оптимистичной ноте мы отправились в Дмитриевский район. Заместитель главы администрации Игорь Дерябин встретил нас прямо на трассе у посадок. За предшествующий период к праздничным дням мы, разумеется, привели в такой порядок те дороги, которые находятся вблизи наших населенных пунктов. И сегодня мы находимся на участке автомобильной дороги регионального значения. Трасна Калиновская, город Дмитриево, протяженность 37 километров. Который мы привели в такое состояние с уборкой сорной растительности, с уборкой мусора, который скопилось за зимний период, и побелкой деревьев. 3,7 километров. Всего за этот период мы уже успели подготовить 6,5 километров. Работа продолжается. Мы уверены, что в течение месяца полутора план годовой мы выполним. Однако придорожную полосу тут убрали далеко не везде. Причина у заместителя главы района тоже нашлась быстро. У нас значительная лесистость. У нас местами лесополосы переходят в настоящие леса. Ну и я не стал бы брать те южные районы, в которых иногда проезжаем, видим реденькие посадки, на которых, наверное, удобно и хорошо работать. Что у нас с дорогой в Патеж Дмитриев? Там бы сухостой вырубили, мусор убрали. Проведенная эта работа, большая часть этого участка дороги от границы Дмитриевского района до Дмитриевского района находится в визуально таком же состоянии. А протяженность у нее составляет порядка 26 километров. Вы окончательно в какие сроки планируете закончить? И в течение месяца мы план, который взяли на себя по исполнению, так сказать, работ по взаимодействию с Дорожным управлением, мы исполним. Железногорский район. Уже на въезде заметно, что территория не слишком приглядная. Повисшие над проезжей частью ветви деревьев и сухостой. А это Большой дуб. Один из самых известных памятников Великой Отечественной войны. Здесь все чисто, прибрано и покрашено. Но уже в нескольких метрах от мемориала беспорядок. Не прибрали здесь даже к 9 мая. На автодороге Красна-Калиновка-Михайловка-Ленец та же история. Что ж, отправляемся искать ответственного за уборку придорожных полос. Глава района оказался в отпуске. Мы практически терпим фиаско. Получить комментарий в приемной оказалось не так просто. Да и настроены сотрудники администрации не очень дружелюбно. Вы, пожалуйста, не снимайте. Давайте не будем этим заниматься. Хорошо? О постановлении губернатора здесь известно. Своё бездействие в уборке объясняют рекомендательным характером письма. Приказа-то нет. Хотя в документе черным по белому написано, что лесополосы убирать необходимо. Причем не кому-нибудь, а главам районов. Здесь же утверждают, что это задача все-таки дорожников. Это прерогатива именно ДЭП. И они это делают. Затем в разговоре выясняется, что уборка здесь и вовсе уже закончена. Местная администрация подытожила месячник чистоты. Что убирал район? Район убирал еще раз в семи точках. Об этом даже написано в газете «Эта неделя». Похвалили вас, да? Да, под автомобильный мост в Михайловке убрали порядка 120 мешков с мусором. И спалили там 6 или 7 костров у нас было. Не осталось ничего у нас. У нас все убрано. То, что мы увидели убранной территорией, ну никак не назовешь. Вот, пожалуйста, Михайловка. Не опиленные деревья, которые в любой момент могут упасть на проезжую часть. Стоит только усилиться ветру. Вот и сухостой, а вот и вовсе эпичная картина. Очень важной пропагандистской надписи сложена куча хвороста. Осталось только бросить спичку. И это тоже территория Железногорского района. Одно из последних объяснений беспорядка от Елены Ивановны. Территории у леса вообще должны убирать сотрудники лесхоза. Что ж, может и так, только от перекладывания этого должны. Чище не стало и у леса. Холмы хвороста, что-то сложено, к чему-то даже не приступали. И конца тут явно не видно. Дальше населенные пункты. Жидеевка, Громошовка. А вот и еще красоты. Тут уж точно не лесхоз виноват. Закончить программу все-таки хочется приятными кадрами. Показать муниципалитеты, где людей не выгонишь с уборки, а не наоборот. Суджанский, Октябрьский, Панеровский, Беловский, Золотухинский, Курский, Большесолдатский и многие-многие другие. Причем делают это главы районов, не дожидаясь специальных распоряжений. В работе должна быть определенная ревность. Мы должны, и каждый должен стараться, чтобы мы должны первые быть. Мы каждый год, если вы помните, каждый год мы всегда начинаем одни из первых. Я думаю, что эта инициатива должна вообще-то быть у всех буквально. По всем районам. Мы никогда не ждем телефонограмм. Мы никогда не ждем указаний. Впечатление создаются у людей такое, я слышу. Здесь люди живут. Это немаловажно. Это чего-то стоит. Впечатление создаются у людей такое, я слышу.